Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Снова предлагаю обратить ваше внимание на события фундаментального характера, которые продолжают оказывать основное воздействие и влияние на финансовые рынки и, разумеется, на те торговые инструменты, которыми мы спекулируем. Давайте вернемся к основной теме. Эта тема связана с очень непростыми отношениями США и Китая. В конце концов, сам факт очень длительного торгового противостояния уже ранее омрачил перспективы мирового экономического роста. И сейчас мы получаем все больше индикаторов того, что мировая экономика вот-вот окажется не только в периоде затяжного спада, но и в состоянии продолжительной рецессии, что, в принципе, является одним и тем же. Соответственно, мы обращаем внимание на то, что происходит с доходностями облигаций разных региональных субъектов. У нас ранее были уже разговоры о инверсии коевой доходности в Штатах. Сейчас сам факт того, что спред доходности между долгосрочными и крокосрочными облигациями оказался ниже отрицательной территории, это явление, тенденция характерна для уже не только Соединенных Штатов Америки. Например, для Англии, для Австралии. Я думаю, очень скоро можно будет сюда приписать также и Канаду. Чем больше регионов оказывается в такой ситуации, тем больше становится ясно и понятно, что мировая экономика действительно погружается в какой-то период экономического хаоса. Я на протяжении всей недели, друзья, делаю упор на то, что если вас интересуют долгосрочные сделки, то тем, что происходит сейчас, пользоваться нельзя. Это возможности, которые позволяют ставить на защитные активы и без каких-либо, скажем, альтернативных сценариев рассчитывать на хороший профит, потому что спрос на защитные активы при такой конъюнтуре будет только усиливаться. Давайте посмотрим по основным торговым идеям, что у нас сейчас происходит. Нефтянка 5881, то есть мы держимся ниже 60 долларов за баррель. Я всячески рекомендовал вам не попадать в ловушку из бычных ожиданий того, что США и Китай смогут прийти к какому-то консенсусу. То есть тогда, когда Штаты приняли решение отложить введение таможенных пошлин, я говорил, что, друзья, это всего лишь отсрочка. Это не отказ от этих пошлин, они вступят в силу, правда, чуть позже. Поэтому не нужно было, сломя голову, бросаться от длинной позиции, полагая, что все, впереди у нас будущее в розовых тонах. Ничего подобного. Пока что риски сохраняются прежними. Поэтому, несмотря на рост, я рекомендовал держать короткие позиции. Мы должны были закрепиться ниже 60 долларов за баррель. И это, в принципе, и произошло. И сейчас, в качестве основных аргументов, почему нефть будет испытывать давление, так же, как и прочие сырьевые активы, этими аргументами являются опасения за темпы мирового экономического роста. Они усилились в последние два дня. После того, как вышли крайне слабые данные по промышленному производству Китая, темпы роста промсектора составили чуть больше 4%. Вроде бы как кажется, что ведь рост, но для китайской экономики это ничтожный показатель. Это худший показатель за последние 17 лет. Соответственно, друзья, при такой статистике по промышленному производству, мы, разумеется, можем точно уже прогнозировать еще больше спад китайской экономики. Основной, кстати, провал продемонстрировал сектор автопрома. За год уже спад там зафиксирован на отметке 11%, разумеется, со знаком минуса. Промышленное производство еврозоны Германии, тоже данные, которые мы разбирали на этой неделе, еще одно доказательство того, что мировая экономика явно затухает. Поэтому, кто бы не пытался сейчас построить какой-то оптимистичный сценарий, я предлагаю все-таки придерживаться подхода реалистов, в связи с которым сырьевые инструменты из-за присутствующих опасений еще большего спада мировой экономики и из-за последующего снижения спроса на них будут снижаться. Доказательства, опять же, если вас не устраивает статистика, посмотрите на самые лучшие исторические, проверенные на опыте и на практике индикаторы. Это доходности облигаций. Если они снижаются, это, в принципе, уже сигнал того, что трейдеры уходят в защиту, инвесторы уходят в защиту. Самые надежные бумаги – это, разумеется, американские облигации. А то, что между двухлеткими и десятилеткими сейчас образовалась инверсия, это как раз и признак, о котором я говорил, признак приближающейся рецессии. С 1956 года, друзья, не меньше 10 раз мы наблюдали похожую ситуацию, и в 90% случаях американская экономика именно в этой рецессии и оказывалась. Сейчас ситуация усугубляется, потому что спред не только оказался ниже нуля, с каждым днем он усиливается. На текущий момент десятилетки торгуются уже на уровне 1,54, при этом двухлетние бумаги держатся на показателе даже повыше. Соответственно, отсюда делаем элементарные простые выводы. Что касается еще одного фактора снижения цен на нефть – это рост запасов нефти. Я об этом также говорил. Важно сейчас подчеркнуть, что запасы больше, чем на 3,5% превосходят средний уровень пятилетней давности для данного перевода времени. Это возможный сигнал того, что мы также уже работаем с новой тенденцией, и на следующей неделе ситуация может повториться. Пока что риски спада никуда не деваются. Давайте ставить на то, что они будут толкать и бить по позициям нефтянки. Доллар иена хай 106.96 – это, в принципе, котировки, которые мы видели. После того, как Штаты приняли решение отложить введение пошли, но в целом очень быстро рынок откатил, потому что всем стало ясно, что США и Китай по-прежнему невероятно далеки от этого торгового соглашения, которое должно положить конец торговой войне. В принципе, вряд ли это соглашение будет достигнуто. На доллар оказывает давление снижение доходности трежерис, как я уже отметил. Вчера вышел целый блок статистики, промпроизводства, заявки на пособия по безработице. Данные плохие, промышленное производство снижается, по-моему, уже третий месяц подряд из последних четырех, мы уже говорим о рецессии. Слабая статистика – это еще один фактор того, что темпы экономического роста будут находиться под еще большим давлением. И, соответственно, на фоне такой конъюнтуры трежерис будут и дальше снижаться, повышая вероятность новых стимулов со стороны Федрезерва. Новый стимул – это снижение процентной ставки. Поэтому против бычьих перспектив доллара и иены сейчас не только спрос на защиту, но и также возможность снижения процентной ставки, решение о чем, скорее всего, будет принято уже в сентябре. Американский фондовый рынок – 2862 пункта. Я рекомендовал, друзья, все-таки смириться с тем фактом, что раз настолько очевидна картина, приближающаяся рецессии, корпоративный сектор не может оказаться на коне с учетом такой обстановки. Поэтому, если вы готовы рисковать, полагая, что американская фонда уйдет на перепись новых исторических максимумов, ну, удачи вам, друзья, я все-таки работаю с фундаментом, который, на мой взгляд, сейчас однозначен и указывает на то, что американские фонды в рынках будут сдувать и дальше. Фунт против доллара 1.2093. Здесь предлагаю сделку селл-стоп с уровня 1.2075, потому что очень сейчас высока вероятность какого-то политического форс-мажора в Англии. Его сейчас недооценивают, потому что не могут поверить в то, что он, этот риск, этого форс-мажора реализуется. А он самый очевидный, мне кажется, этот риск, связан с потенциальным вотумом недоверия Борису Джонсону. Это, скажем, одна сторона медали. И, как я отмечал, что Джонсон, он понимает, что вокруг него начинают сплачиваться коллективы, опять же, политических не единомышленников, которые, в конце концов, могут выказать этот самый вотум. И для того, чтобы не допустить, ему нужно скорее провести тот самый процесс жесткого Брекзита, о котором он говорил. Правда, мы его ждали под конец октября, но вы видите, как политическая ситуация меняется. Кто знает, друзья, мы ориентируемся на конец октября. Но я допускаю и, в принципе, совершенно не удивлюсь, если Борис Джонсон примет решение, сославшись на то, что ЕС по-прежнему не идет ни на какие уступки решения о выходе из состава Европейского Союза, чуть ли не в перспективе ближайших нескольких недель. Нужно быть к этому готовым. Евро против доллара продолжает снижаться и правильно, и хорошо. Мы каждый день отбиваем у европейской валюты около 10 с небольшим пунктов. Сейчас котировки на уровне 1,11. Я не раз говорил, что экономическая конъюнтура указывает на то, что мы в сентябре ждем снижения ставки по дипозитам до минус 0,5%. Ждем перезапуска программы количественного смягчения. Здесь важно отметить, что даже если на рынке появятся детали о том, что эта программа будет перезапущена только под конец года, то есть мы только услышим о вероятности такого инструмента экономического стимулирования, это все равно, этого будет достаточно, друзья, потому что участники рынка тут же начнут дисконтировать эти изменения монетарной политики в курсе евро-доллара. Поэтому мы очень быстро можем оказаться ниже уровня 1,10, и, соответственно, чем быстрее это произойдет, тем больше будет разговоров о близости апаритета. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание, хорошего вам закрытия недели, и, конечно же, замечательных выходных. Увидимся мы с вами снова в понедельник. Всего доброго, до свидания.